Да, я покажу пример, но только сначала представлю Владислава. Значит, у нас французский семинар, и я очень рад, вот сегодня надо представить, потому что Владислав у нас первый раз, но я очень надеюсь, что не последний. Вот, для тех, кто не знает, он автор совершенно замечательных книг, которые вот все, кто занимаются французско-русскими связями, просто без них как без рук, потому что есть такая книга, я, может быть, не точно назову ее, но главное, что это словарь всех французов, которые жили в России в 18 веке. Ну, всех, может быть, там кого-то и упустили, но поскольку их было все-таки считанное количество, вот, а не только их, но их дальше потомков и до 19 века, это совершенно прекрасно, и всякий раз, когда я к ней обращаюсь, к счастью имея этот том, я вот с благодарностью обращаюсь мыслью к Владиславу и его соавторшим. Вот, потом Владислав недавно был одним из редакторов и составителей, и авторов замечательного двухтомника, но он на английском языке и там вышел, к сожалению, с предложением, что его трудно достать, про французский язык в России. Вот, наконец, недавно на русском языке вышла книга про иностранных специалистов, иностранных специалистов при Петре Первом-то она называется, по-моему, да? Да, да, это были те же самые французы в основном, но мы их так расширительно назвали иностранными специалистами. Понятно, но все равно они остались иностранцами. То есть это все книги, с одной стороны, в которые вложен огромный, так сказать, научный труд, а с другой стороны, это книги-справочники, без которых все мы как без рук. За это огромное спасибо. Вот, а сейчас уже о том, что Владислав с коллегами делает, это тоже будет крайне полезный инструмент, я надеюсь, работы и есть уже отчасти для всех, кто занимается русско-какими-то русско-иностранными, скажем так, связями. Вот об этом мы сейчас послушаем. И я очень рада еще, что я посмотрела немножко, что пришли послушать Владислава, люди, которые на наших семинарах редко бывают, но все очень, так сказать, ценные коллеги, мы и рады их приветствовать, и если потом они что-нибудь нам скажут, тоже будет очень приятно. Все, я выключу микрофон и предоставляю слово Владиславу. Большое спасибо, что пригласили меня выступить сегодня. Как вы видели, тема моего сообщения сегодняшнего – это переводы, литературные переводы на русский язык, но я буду говорить о них исключительно с точки зрения статистики. То есть там вообще я не занимаюсь литературным переводом как таковым, но я объясню, почему у нас такой подход и откуда вообще началось это исследование. Началось оно с проекта, который я хотел бы кратко представить сегодня. Это проект, который называется «Перевод общественно-политической литературы в России XVIII века». Возможно, вы знаете об этом, и существует такой сайт. Прежде всего, главной гипотезой этого проекта является предположение, что политическая терминология в русском языке XVIII века рождалась в процессе перевода, когда понятия обретали свое специфическое значение в конкретных социальных и политических контекстах. И действующими лицами этого процесса выступали переводчики, заказчики переводов и читатели, которые создавали, с одной стороны, новую политическую лексику и осмысляли ее в процессе чтения. И одна из важнейших исследовательских, ну не только в процессе чтения, собственно говоря, и в процессе перевода тоже, конечно же. И одна из важнейших исследовательских задач этого проекта – это описание обширного круга русских рукописных и печатных переводных сочинений этой эпохи. И вот, собственно, этому и посвящен наш сайт. Я хотел бы его сейчас кратко показать. Одну секундочку, я сначала должен продемонстрировать свой экран. Насколько я понимаю, вы сейчас видите, наверное, мой экран, да? Так, слайд-шоу. Все в порядке. Вот здесь вы видите команду нашего проекта. Это, конечно же, не все люди, которые занимались проектом, занимаются им до сих пор. Мы также обращались к большому количеству коллег, которые готовили для нас описание разных переводов. Вот здесь вот кратко мой план. Сначала я представлю сайт, потом мы поговорим о переводных книгах в корпусе русской гражданской печати. Затем о языках, с которых в России переводили книги. И, наконец, собственно, о литературном переводе в России в сравнении с Францией. Вот последний, третий, восемнадцатого века. Я покажу вам теперь сайт. Надеюсь, что он у меня откроется. Да, вот здесь вот вы видите наш сайт. В нем есть несколько разделов. Один из важных, наверное, наиболее важный раздел – это переводы. Пока видим презентацию по-прежнему. Презентация, да, вы на сайт не перешли. Мы видим по-прежнему презентацию, это точно. Я тоже хочу. Да, то есть понятно. Я тогда, наверное, сейчас сделаю иначе. Я остановлю и сейчас попробую еще раз выйти на сайт. Так, видите ли вы сейчас сайт? Да, видим. Теперь видим. Видите, да, замечательно. Тогда сейчас я попытаюсь идти на русскую версию его, потому что он представлен в двух версиях – российской, русской, русскоязычной и английской. Вот здесь есть страница переводов. Это алфавитный список всех авторов и, соответственно, их произведений. Здесь вы увидите, что у некоторых авторов присутствует не только название произведения, которое было переведено на русский язык, но есть еще такой же значок образцы текста. В этих случаях это означает, что помимо довольно подробного описания перевода, мы также имеем на этом сайте и образцы оригинального текста и перевода. И как вы вот видите, например, на примере этого текста, в нем выделены некоторые термины. Допустим, здесь трон, ренеи. Если вы сделаете щелчок по этому термину, то вы выйдете на такой своеобразный словарь, где представлены все возможные переводы этого термина, возможные в XVIII веке, те, которые мы зафиксировали в тех переводах, которые представлены на сайте, на русский язык. А ниже вы увидите все те случаи употребления этого термина в оригинальных, опять же, текстах и в переводах. Но я возвращаюсь к этому отрывку. Здесь что нужно сказать? Во-первых, как вы видите, мы брали такие большие достаточно отрывки, целые параграфы, чтобы дать более полное понимание контекста, в котором использовалось то или иное понятие. Нередко иностранное слово переводится с помощью заимствованного слова в эту эпоху. И как пишет Магрит Пернау, чтобы быть понятым в принявшей его культуре, заимствованное слово должно быть объяснено через уже знакомые слова, с помощью которых новое слово привязывается к опыту, воплощенному в словах. И тем самым преодолевается этот разрыв между собой и опытом другой культуры. Но, однако, было бы, наверное, наивно считать, что мы всегда можем полностью понять оттенки, значения новых понятий, использованных переводчиком. Я думаю, что и переводчики далеко не всегда сами это понимали. И, кроме того, не следует забывать, что, как писал Питер Берг, в переводе мы вынуждены, вообще в любом переводе, постоянно договариваться о смысле слов. Он пишет, «translation is a constant negotiation of meaning». И важно также помнить, что переводчики в эту эпоху нередко признавали возможности и даже необходимость подправлять переводимый текст и адаптировать его к вкусам и запросам публики. И вот здесь, кстати, это хороший, я случайно его взял, но это хороший пример, потому что вы видите, что первый параграф вообще не переведен на русский язык. Вот хороший пример, мне кажется, такого довольно вольного обращения с оригиналом в это время. Есть еще и другие разделы, например, авторы. Это список авторов, и через авторов вы тоже можете выйти на все произведения, которые были, ну вот, допустим, посмотрим этого автора. Здесь маленькая биография. После этого есть оригиналы. Оригинал здесь один. И переводы, которые существуют, переводы политических, опять же, текстов этого автора, которые мы находим в русской печати. И словарь понятий, это наиболее, наверное, важный раздел нашего сайта. Словарь понятий, естественно, этот сайт был бы, наверное, только коллекцией отрывков из переводов политических текстов, возможно, довольно полезной коллекцией отрывков, если бы не было такого словаря понятий. Вот все эти термины, которые вы находите в представленных на сайте текстах, они сведены в этот единый словарь. Мы здесь не указываем, из какого языка происходят те или другие термины. Их много, несколько тысяч. Ну, мы предполагаем, что это понятно. Если это непонятно, то можно на любой термин или сочетание терминов, выражение нажать, и тогда вы выходите на отрывки, в которых этот термин встречается. Здесь интересно вот что. Здесь в данном случае всего лишь один отрывок, но если мы возьмем какой-то более важный термин, кстати, можно найти здесь, можно искать понятие прямо здесь. Например, мы возьмем конституцион, например. То мы найдем, во-первых, не только этот конкретный термин, но и все возможные сочетания со словом конституцион или с подобным корнем. И если мы нажмем на конституцион, то мы найдем все, опять же, представленные на сайте только, это не значит все переводы, содержащие этот термин в русской литературе, но тем не менее довольно много вы увидите здесь отрывков, содержащих эти термины. И здесь есть одна такая особенность. Мы представили эти отрывки в хронологическом порядке. То есть вот вы видите здесь первые отрывки – это середина XVIII века, затем 65-й год, 75-й и так далее. И, соответственно, если вы следуете по хронологии, вы сможете увидеть в контекстах, как изменялся тот или иной термин. Изменялся или иногда, может быть, не изменялся. И, наконец, последний поиск. Я скажу также несколько слов о поиске. Поиск осуществляется на главной странице. Вот она, эта главная страница. Здесь есть простой поиск и расширенный поиск. Это как обычно, в общем, на сайтах, допустим, в каталоге библиотек. Здесь также есть несколько особенностей. Поскольку у нас количество представленных текстов, конечно же, ограниченное, вы можете искать все тексты, которые соответствуют тому или другому критерию. Например, рукописные издания. У нас есть рукописные, не только печатные. Вот если вы нажмете, вы увидите все рукописные издания, которые представлены, рукописные и переводы, которые представлены на этом сайте. Также можно искать по языку. Вот английский. Я даже не буду искать переводы с английского, потому что их будет сравнительно мало. Можно посмотреть, сколько будет переводов с английского. Ну, вот видите, совсем мало переводов с английского, политических переводов в XVIII веке. А если мы будем искать переводы с французского, то, конечно же, результат будет совсем другой. И это понятно. Французский – это главный все-таки международный язык того времени. Вот вы видите, да, результаты. Это не все. 883 – это и оригиналы, и переводы. Здесь вы видите внизу результатов найдено 524 перевода и 359 оригиналов. Соответственно, было несколько переводов некоторых оригиналов. И последнее нововведение, которое мы сделали на этом сайте – это страница, посвященная… Извините, я должен тут… Посвященная статистике. Вот я сейчас перехожу на эту страницу. И, собственно говоря, это та самая тема, о которой я буду сегодня говорить. Мы в какой-то момент решили, что нам необходимо, конечно же, представлять, какое место перевод политический и перевод вообще занимает во всем корпусе печатной, прежде всего, печатной литературы на русском языке в XVIII веке. И мы стали искать такие данные, какие-то данные мы нашли, но в целом по XVIII веку данных по этому вопросу мы нашли очень мало. Конечно же, есть старое издание Сиповского, но у Сиповского мы сегодня не можем проверить его данные. Есть замечательная книга Гэри Маркера, в которой по нескольким периодам есть интересные данные, его книга о развитии книгопечатания в России XVIII века. Но, опять же, в целом из-за XVIII век мы не нашли данных. И поэтому мы создали базу данных, которая основана на известном всем вам каталоге книг о гражданской печати в России XVIII века. И на основе этой базы данных мы также создавали базу данных кириллической печати, но я не буду сегодня о ней говорить, поскольку кириллическая печать играет, скажем так, не такую важную роль в переводе, как печать гражданская. Поэтому сегодня я только говорю о гражданской печати. И эта база данных гражданской печати, которую мы создали, на основе, опять же, известных каталогов, она продолжает развиваться. Мы наполняем ее новой информацией, что позволит нам в будущем, как я надеюсь, генерировать больше результатов самым разным количеством критериев. И сегодня, конечно же, то, что я представляю, это, скажем так, не окончательные результаты, это то, что по-английски называется work in progress. Вот здесь вы видите, что переводы занимают все-таки значительное место в гражданской печати в XVIII веке, более 3800 переводов, что представляет собой примерно 40% от всего объема гражданской печати. Много это или мало? Если мы будем сравнивать с другими европейскими рынками книги, по которым у нас есть информация, то мы можем сказать, что, с одной стороны, это и много, и мало. Вот у нас есть информация по Франции, которую я нашел в таком авторитетном издании «Istoire de traduction à langue française», «История переводов на французский язык», это том по XVII-XVIII векам. И в этом томе есть глава, написанная Сабиной Журатик и ее соавторами, в которой она дает следующую информацию. За период с 1716 по 1886 год общий объем переводов на французский язык составляет чуть более 5% от количества переводов, около 5% от всего объема, количества книг на французском языке. И отклонения от этой цифры, если мы будем смотреть за XVIII век, они не такие большие, это от 3% до 7%, то есть примерно в целом 5%. Если мы возьмем Германию, по Германии есть только данные о переводе с французского на немецкий язык с 1770 по 1815 год. Исследователи, которые исследовали этот вопрос, они нашли по меньшей мере 6618 переводов, и кроме того, к ним можно добавить еще более 9000 переводов периодической прессы. Конечно, если вы сравниваете вот эти 6618 переводов, это только с французского языка на немецкий, с 3400, скажем так, которые, книг, которые были переведены на русский язык в XVIII веке в России, то это, в общем, понятно, что в России это сравнительно небольшая цифра. Тем не менее, если мы берем от общего количества русских книг этой эпохи, то процент довольно большой, видите, 40%, в то время как во Франции всего лишь 5%. Но, конечно же, это во многом потому, что оригинальной русской литературы, оригинальных русских книг в России этого времени выходит сравнительно мало. Важно также еще отметить, это важная ремарка, что в России речь идет почти исключительно о переводах с европейских языков, как, собственно, и в главных европейских странах того времени, о которых я говорил. Не только мало было в целом книг и переводов в XVIII веке, но если мы посмотрим хронологию, вот эта следующая закладка на нашем сайте, то здесь вы увидите, что до 60-х годов вообще было очень мало печатных изданий и, соответственно, мало переводов. И только начиная с эпохи Екатерины II начинает увеличиваться количество печатных изданий и, соответственно, количество переводов тоже. Вообще это увеличение связано с несколькими причинами. Ну, прежде всего, конечно же, восшествие на престол новой императрицы, это оды, это описание фейерверков, это все, конечно же, издавалось и повлияло на общий объем печатной продукции. Но и увеличивается количество переводов также. Причем интересно, что оно начинает увеличиваться, если вы посмотрите здесь, значит, красный выделенный перевод, а серый – это оригинальные русские сочинения. И вы увидите, что вот в 59-м ксюль 16, 27, потом в 61-м 26. То есть, на самом деле, увеличение начинается еще до екатеринских времен. И, конечно же, после восшествия на престол Екатерины, в силу разных причин, количество переводов начинает быстро расти. Также здесь вот можно на этом графике хорошо увидеть, что наиболее такой яркий год, наиболее успешный год в истории русской книги 18 века – это 1788 год. Вот здесь я его показываю. Это наивысший пик. После этого начинается уменьшение количества и переводов, и оригинальных сочинений. Правда, количество оригинальных сочинений скорее даже, наверное, увеличивается по объему, а количество переводов, безусловно, сокращается. И если мы сравним вот этот отрезок от начала царствования Екатерины II до 1788 года, то мы увидим, что и количество русских книг оригинальных, и количество переводов увеличилось намного. Но все-таки число переводов выросло больше, чем число оригинальной русской литературы. В семь раз увеличилось число книг на русском языке оригинальных, а в десять раз примерно выросло число переводов на русский язык. И какие же издатели прежде всего внесли свою лепту в такой успех русской книги, успех переводной литературы? Это прежде всего частные типографии. Ну, частные типографии в России были, было возможно заводить частные типографии только начиная с 1783 года. До этого также были некоторые типографии, которые были отданы наем издателям, но все-таки разрешение заводить частные типографии, оно вышло в 1783 году. И если мы посмотрим на государственные типографии, например, типографии учебных заведений, то после этого они стали в основном выпускать меньше печатной продукции. Наоборот, частные типографии стали выпускать гораздо больше печатной продукции. И вот наиболее, наверное, такая важная фигура в русском издательском деле того времени – это Новиков. Сейчас я, наверное, должен буду попытаться снова остановить презентацию и перейти на свой PowerPoint. Одну секундочку. Так. Наверное, сейчас вы увидите. Видите, да, мой PowerPoint? Моя презентация. Видим. Да, вот пример Новикова, он, конечно же, наиболее такой выдающийся пример того времени. Но это, тем не менее, пример показательный. За весь период работы типографии Новикова он издает примерно 900, более 900 книг, и из них почти 540 – это переводы. То есть это 60% всей его издательской продукции. И если мы посмотрим на наиболее успешные годы в русском издательском деле, вот я сказал, что это 80-е годы, особенно период с 1786 по 1788 год, то мы увидим, что именно в этот период число переводных изданий начинает превышать число оригинальных русских книг. В 86-м году еще больше оригинальных русских изданий, а уже в 87-м больше переводных. И в 88-м количество переводных намного перевышает число оригинальных русских изданий. Конечно же, значительно, я думаю, одна из причин, во всяком случае, такого успеха переводной литературы – это недостаток оригинальных русских сочинений и большой читательский спрос, который можно было удовлетворить за счет переводов. Ну, конечно, я здесь не открываю Америке. Это уже говорили и ранее, в частности, авторы истории художественного перевода в России. С начала преволюции во Франции, вы видели это на предыдущем графике, который я показывал, и последовавшим за этим трудностями, как с доставкой печатной продукции в Россию, так и с цензурой, количество переводных книг резко уменьшается, а количество оригинальных русских книг, наоборот, увеличивается. Ну, и потом последовал указ Екатерины, который она подписала незадолго до своей смерти в 1796 году, которым упразднялись частные типографии. И, конечно же, это наносит новый удар по переводной литературе в России, потому что, прежде всего, как я показал, частные типографии выпускали переводную литературу. Так, теперь я снова вынужден переходить, извините, что я так перескакиваю с одного на другое, но мне нужно снова перейти на сайт. Так, сейчас я снова попытаюсь найти сайт, одну секунду. Вот, мы снова на сайте. И здесь я теперь покажу вам, с каких языков переводилась литература в России 18 века. Прежде всего, конечно же, французский. Вот это видно хорошо на этом графике. Вы видите, что французский лидирует. Это среди всей литературы той эпохи. А если мы посмотрим только на переводную литературу, вы видите, что с французского в целом за 18 век было переведено 46, более 46% книг. Немецкий представляет где-то 27%, а латынь – 12%, и все остальные языки еще меньше. Если сравнить число переводов с четырех языков, которые составляют группу лидеров первую половину века, то есть немецкий, французский, латынь и итальянский, то мы обнаружим, что количество переводов с немецкого, я говорю сейчас о первой половине века, которая здесь не представлена, количество переводов с немецкого намного превышало число переводов с других языков – и с итальянского, и с французского. Французский начинает входить в силу только в середине 18 века. И, кстати, количество переводов с латыни лишь немногим уступало числу переводов с итальянского, и даже превышало в первой половине 18 века число переводов с французского. Ну, сразу же скажу, что переводы с итальянского, почему их так много? Их было много, особенно в 30-е годы. Это связано с потребностями придворного театра Анны Иоанновны, который ставил много итальянских пьес в то время. А если мы посмотрим на 80-е годы, опять же, я перехожу на график, который я показывал вам только что. Одну секунду. Так, хронология. Простите. Так. Здесь есть несколько графиков, и вот один из них представляет издание переводов с иностранных языков, разных иностранных языков. Вот вы видите этот график перед вами. Здесь голубой цвет представляет французский язык, красный цвет — немецкий язык, и желтый — это латынь. И вот вы видите, что французский, особенно в 80-е годы, намного превышает и немецкий, и латынь. Хотя некоторое время, вот до 80-х годов, где-то до 1786 года, наверное, все три языка развиваются примерно параллельно. Переводов с французского, конечно же, больше, но, тем не менее, и французский, и немецкий, и латынь, они в каком-то смысле параллельно развиваются. После этого происходит большой скачок в переводах с французского в 80-х годах. Возможно, в какой-то мере это можно объяснить функцией языка-посредника при переводе иностранной литературы, которую французский выполнял больше, чем какой бы то ни было другой язык. Я приведу пример только 1788 года. В 88-м году с французских переводов переводили на русский язык произведения Лока, Мильтона, Поупа, Шекспира, Филдинга. И очевидно, что это касается прежде всего литературы на английском языке. Конечно же, и немецкий также в какой-то степени выполнял эту функцию языка-посредника, но французский более всего. И этот двойной фильтр, конечно же, не проходил бесследно. Доминирующей идеологией в европейском переводе, во всяком случае в переводе с английского на французский, был подход, который позже уже назовут доместикацией. То есть французские переводчики, оправдывая свое право адаптировать английские романы к вкусам французского читателя, писали о том, насколько английская проза была плохо организована, плохо структурирована. И поэтому они переписывали английскую прозу на французский манер. И, наконец, я подошел к основной части своего сообщения. Это литературный перевод в России в сравнении с Францией. Я сейчас снова постараюсь выйти на свою презентацию и показать вам следующие данные. Здесь вы видите оригинальные языки литературных произведений, переведенных на французский язык. Эти данные я взял с сайта французских коллег, которые создали базу данных, которая называется introduction, то есть не introduction через «o», а introduction через «a». Это база данных литературного перевода на французский язык во всей Европе. То есть она берет не только Францию, но всю Европу, все переводы на французский язык литературные в последнюю четверть XVIII века, начало XIX века. И сразу же я должен оговориться, когда я посмотрел эту базу данных, надо сказать, что авторы не объясняют, что они понимают под книгой. Это, конечно же, очень важное упущение, потому что вообще-то историки, французские историки книги описывали обычно французскую книгу, понимали под книгой издание объемом больше, чем 47 страниц, начиная с 48 страниц. Это наиболее частый подход. Что понимают конкретно здесь создатели этой базы данных под книгой, не ясно, потому что они, к сожалению, не указывают объем книг, которые представлены у них в базе данных. Но поскольку они создавали эту базу данных на основе двух авторитетных библиографий, Конлона и Монглона, то я посмотрел эти библиографии, и в них включается самая разная литература. Даже брошюры в 4-5 страниц мы находим у Конлона. Поэтому я предполагаю, что и в этой базе данных также есть самые разные, даже издание маленького объема. И вот если мы посмотрим эти цифры, то мы увидим, если мы берем в целом за период с 70-го по конец века, то мы увидим, что почти половина всех литературных переводов на французский, это примерно 46,7%, была сделана с английского. Вы видите, что в конце века даже больше. И это вместе с растущей ориентацией на французский язык в России, также с незнанием английского языка в России того времени, я думаю, что это объясняет, почему так много английских книг было в России переведено именно с французских переводов. Второе место, вы видите, занимает латинский язык по численности переводов. Далее идут, извините, если в целом брать за период с 70-го по конец века, то второе место по численности занимает все-таки не латинский, а немецкий. Это 22,5%. И далее идут литература на латинском языке, древнегреческом, итальянском и испанском. Давайте посмотрим на переводы с европейских языков, литературных произведений на русский язык. Вы видите, что переводов больше, хотя следует напомнить, что в этот период французский книжный рынок по общему объему книжной продукции многократно превосходил русский рынок. И это подчеркивает еще раз огромное значение перевода в России и вообще его значение в литературной жизни в России в особенности. Ведь в отличие от Франции в России этого времени издавалось гораздо больше переводов в художественную литературу, чем выходило оригинальных литературных произведений на русском языке, во всяком случае, в 80-е годы. Сабина Журатик, одна из создательниц базы данных французского литературного перевода, показывает, что во вторую половину XVIII века, которая, по крайней мере, с 50-х годов по 80-е представляет собой пик переводческой деятельности во Франции за долгий период, за XVIII век, переводы составляли незначительную часть всего корпуса изданий на французском языке. Другими словами, французский рынок был весьма… это был весьма скромный канал для знакомства с текстами, опубликованными на других европейских языках в раннее новое время. И в этом смысле Сабина Журатик пишет о том, что пространство франкоязычной книги… она использует такой термин «er francophone», потому что, как я объяснил, речь идет не только исключительно о французской книге, но также о франкоязычной книге, которая издавалась за пределами Франции. Так вот, она пишет, что пространство этой франкоязычной книги не отличалось в те годы большой открытостью другим культурам. Но даже если мы скажем, что оно не отличалось большой открытостью, при этой относительной своей закрытости рынок франкоязычного литературного перевода был разнообразнее русского рынка литературного перевода. Вот вы видите, что, если я покажу вам предыдущую таблицу, здесь, если мы посмотрим на доли разных языков в литературном переводе этого времени, то целый ряд языков имели доли, превышавшие 15%. Это английский, немецкий, латинский, древнегреческий, итальянский. В то время как в России, вы видите, только два языка превышают 15%, это французский и немецкий. И в России и во Франции ведущие языки, с которых больше всего переводят литературных произведений, это английский и немецкий во Франции, французский и немецкий в России, занимают наиболее прочные позиции. Если рассмотреть динамику, сравнив первое и последнее десятилетие этого временного отрезка, мы увидим, что в переводе на французский, английский и немецкий усиливают свои позиции. Давайте снова перейдем посмотрим. Здесь вы увидите, что стало примерно на 20% больше переводов с английского и примерно на 10% больше переводов с немецкого. Ну и в России тоже, если мы посмотрим, французский примерно остается на одном уровне, но количество переводов немецкого выросло. И количество переводов немецкого выросло явно за счет других языков. Стало меньше переводов с латыни, с древнегреческого, с итальянского, растет только количество переводов с английского. Для Франции такой интерес к английскому и немецкому языкам не был частью длинной культурной традиции, а был во многом явлением XVIII века. Хотя детальных сведений по XVII веку у нас нет, данные по отдельным крупным французским издателям второй половины XVII века, издававшим большое число французских переводов, свидетельствуют, что значительная часть книг переводилась тогда с древних языков, с латинского и древнегреческого, за которым следовали испанский и итальянский, а с английского и немецкого переводили гораздо реже. И этот взлет перевода с английской книги в XVIII веке объясняется не только, конечно же, интересам французов к политике, к науке, билетристике Великобритании, в особенности к английскому роману, но и рядом других факторов, о которых нужно сказать. Это, например, влияние французских протестантских издателей, распространившихся по Европе после отмены нанского эдикта и осевших в крупных центрах книгопечатания, особенно в Лондоне. Также мы можем упомянуть развитие других европейских центров печати на французском языке, где не было такой строгой цензуры, как во Франции, не только в Швейцарии, но и особенно в Голландии, а с 60-х годов и в городах, расположенных вблизи от Франции, в Льеже, Буйоне и Нефшателе. В России, как мы видели, выход на сцену французского, как языка, с которого больше всего переводили на русский, это явление совсем новое, относящееся к середине века, в то время как немецкий, наоборот, был частью давней традиции. И, кстати, если мы сравним с десятилетием предшествия к приходу власти Екатерины II, то мы увидим, что немецкий в то время немецкий не был источником литературных произведений для перевода. Во всяком случае, не было большого количества отдельно изданных переводов с немецкого. Но к 70-м годам немецкий стал вторым по важности языком, с которого переводили литературные произведения на русский язык. И вы видите, что немецкий продолжает усиливать свои позиции. Ну, два слова буквально, наверное, об уменьшении переводов с латинского и древнегреческого. Мы наблюдаем его во Франции в период с XVII до второй половины XVIII века. И это уменьшение объясняется и тем, что выходит гораздо большая литература вообще на французском языке и во французских переводах во многих областях помимо словесности. И, однако, надо сказать, что за латынью и древнегреческим во Франции стояла давняя культурная традиция. Поэтому они продолжают сохранять некоторый вес во Франции, хотя уменьшение числа переводов с латинского все-таки было резким. Ну, и тоже, мы видим, происходит примерно то же в России. В этом смысле очевидно, что при всей разнице культурных традиций культурная ориентация в России, как мне кажется, примерно та же, что и во Франции. И это, вероятно, неудивительно, учитывая малое знакомство с латинским и древнегреческим в России вне духовного сословия и практику также использования французских переводов латинских и греческих произведений прежде всего в дворянской среде. Два, может быть, слова о наиболее переводимых иностранных писателях в России 18 века. Никто, наверное, не удивится, что Вольтер был наиболее переводимым писателем в России этого времени, причем с большим отрывом. Но в русских переводах представлена вся изящная словесность Франции. Причем интересно, что это прежде всего сочинения живших тогда авторов. Это Бомарше, Беркен, Ганкур, Гидро, Дара, Жан-Франсуа де Лагарб, Мармантель, Луис-Себастьян Мерсье, Флориан. Есть также несколько произведений писателей предыдущих эпох Ди Туш, Ди Френи, Жан-Батист Руссо, Скарон. Вот я закончу сравнением с тематикой переводов с французского вообще. Это все те же самые годы рассвета русской книги с 1986 по 1989. На самом деле цифры эти сейчас немножко уже поменялись, но в принципе в процентном соотношении процентное соотношение осталось примерно тем же. Мы видим, что в переводах с французского самая большая группа — это именно изящная словесность, а все остальные группы гораздо меньше. И как на этом фоне выглядит литература, переведенная с немецкого в те же годы? Ну, я уже упомянул, что в 50-е годы, до 60-х годов немецкий практически не был источником переводов литературных произведений. Вот, а если мы посмотрим на 80-е, то мы увидим, что и для немецкого тоже переводы литературных произведений — это первая по численности группа. Есть все-таки разница по сравнению с переводами с французского. Смотрите, для французского это примерно 60% перевода биолитристики, для немецкого чуть более 30%. И, конечно же, поскольку перевода с французского в абсолютных цифрах было гораздо больше, то эта группа переводов с немецкого, конечно же, гораздо-гораздо меньше. В числе литературных переводов с немецкого можно выделить особенно сочинения Вилланда, Геллерта, Гесснера и Лессинга. Мы можем сказать, что немецкоязычные страны продолжали, если мы сравним опять же с предыдущим периодом, то есть с 50-ми, 60-ми годами, они продолжали поставлять учебные пособия. Новым явлением стало обилие педагогических и моральных сочинений, которые раньше в основном переводились с французского. И наиболее яркое изменение – это появление целой библиотеки переводов немецкоязычной изящной словесности. И, ну, маленькое, может быть, рассуждение, такое размышление, которым я закончу свой доклад. Мы видим, что как будто бы изменение числа переводов с определенных языков следует за динамикой знакомства с этими языками в образованном российском обществе. Если на протяжении всей первой половины века с немецкого переводилось гораздо больше книг, чем с французского, то во второй половине века переводят гораздо больше с французского. И как раз на вторую половину века, как вы знаете, приходится расцвет русской франкофонии. В смысле начинается этот расцвет. И этот параллелизм может показаться парадоксом. Если в обществе лучше знали французский, а значит, могли читать книги в оригинале, то почему нужно было переводить больше книг с этого языка? Ну, я думаю, что на этот процесс, на самом деле, нужно смотреть шире. Взрыв переводов с французского свидетельствует о том, что в это время эта книжная продукция получила признание у россиян, способных читать, имеющих определенный культурный уровень и достаточное для покупки книг материальное средство. И число таких россиян, конечно же, было гораздо больше, чем число хорошо владевших французским дворян. И Радольф Боден, который недавно опубликовал главу об изменениях в практиках чтения в России второй половины XVIII века в трехтомнике, который был посвящен истории чтения в России в это время, он пишет, что увеличение числа печатных станков и развитие сети книжных лавок вело к сокращению цен на книги, что позволяло более широким кругам, как из числа низшего дворянства, так и недворянским, которые в большинстве своем не владели французским языком, приобретать книги, чего раньше они себе не могли позволить, и создавая тем самым спрос, который, в свою очередь, подстегивал развитие издательского дела, особенно, конечно же, после разрешения заводить частные типографии. И для развития, Радольф Боден пишет о таком добродетельном круге в развитии печати в России в эту эпоху. Для развития книгопечатания и перевода имели значение и новые тенденции в обществе, в частности, дискуссия о свободном времени, о проведении досуга, которая началась еще до манифеста Петра III об освобождении дворянства от обязательной службы, вкус к литературе для проведения досуга, в особенности к роману, конечно, в противоположность пристрастию к технической и практической литературе у предыдущего поколения русских читателей, и появление новых практик знакомства с книгами, например, чтения в одиночестве, способствовавшего популярности билетристики, которая и составляла основную часть переводной литературы. Наверное, я остановлюсь на этом, и тем более, что да, тем более, что мое время практически исчерпалось. Я буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо большое вам за внимание. Спасибо огромное за увлекательнейшее повествование. Я называю это, ну, бывает, текстология с человеческим лицом, а это статистика с человеческим лицом, то есть, казалось бы, материя, которую даже глазами воспринимать не всегда легко, а со слуха тем более. А тут все было, по-моему, совершенно замечательно. Я сейчас потом замолчу и просто только буду выкликать желающих спросить, но пока думают, я задам свой вопрос вот по поводу как раз последней части. А есть какие-нибудь исследования? Вот вы сказали, что, ну, соответственно, стали покупать книги. Почему были переводные? Потому что покупали книги переводные люди, не знавшие французского. А люди, знавшие французский, покупали переводные книги с французского? Ну, это примерно как вот сейчас вот эта идея, что если книга в интернете, то ее не будут покупать. А оказывается, что наоборот, ее и покупают при этом. А вот как было с этими книгами? Вообще вопрос о распространении книги, я осветил вопрос издания, да. Вопрос распространения, история распространения книги, покупки книги читателями, это особенная история. Надо сказать, что эта история написана еще меньше и хуже, чем история издания книги в России 18 века. Что и понятно. Ну, у нас есть вот, наверное, я не знаю, я на память могу сказать только о книге, известной Самарина, которая освещает этот вопрос на основе списков на основе подписчиков, списка подписчиков, которые публиковались в некоторых книгах, особенно во второй половине 18 века. Но количество таких списков ограничено. Он собрал всю эту информацию и показал довольно интересную картину, но все-таки она не отражает, эта картина всего рынка русской книги и той эпохи. Какие у нас еще есть источники? У нас есть, допустим, каталоги дворянских библиотек. Такие каталоги, определенное количество их даже было опубликовано, не очень много, но довольно много таких каталогов мы находим в архивах. Если мы заглянем, например, в архивы, ну вот просто так на вскидку я могу сказать, веземые в Российской Государственной библиотеке, там мы находим целый ряд каталогов библиотек, которые принадлежали Голицыным и их родственникам. В архиве Борятинских, который хранится там же, также я видел несколько каталогов книг. В этих каталогах это очень интересно. Мы, как правило, вообще не находим русских книг. С одной стороны, можно сказать, это показательно. Прежде всего, мы находим там французские книги. Этот, конечно же, отвечает, так сказать, нашим представлениям о культуре дворянства той эпохи. Дворянство читало много на французском языке. В то же время это не значит, что совсем русских книг в дворянских библиотеках того времени я имею в виду, конечно же, высшее дворянство, потому что представление о низшем дворянстве у нас еще меньше, потому что, как правило, не сохранились документы. Документы семей, принадлежавших к высшему дворянству, у нас есть, и их довольно много. Вот о высшем дворянстве мы в какой-то степени можем говорить. В некоторых случаях мы знаем, что существовали отдельные каталоги для русских книг. Но в тех случаях, когда они мне встречались, таких случаев не очень много. В любом можно сказать, что французских книг было гораздо больше, чем книг русских. Как правило, больше на порядок. То есть это, конечно же, дает нам представление о том, что вообще в России того времени было много иностранных книг. Мы это знаем в том числе и потому, что некоторые иностранные издатели, которые одновременно и продавали книги в то время, часто это было не разделено, они печатали каталоги своих иностранных книг. И поэтому у нас эти каталоги есть. И мы видим, что некоторые каталоги содержали десятки, по крайней мере, тысячи книг. Я видел каталоги, где было 15 тысяч книг на иностранных языках, которые находились в продаже у того или иного издателя. Соответственно, можно себе представить общее число иностранных книг, которые находились тогда на рынке, или которые можно было заказать. Потому что, конечно же, книги иностранные заказывали, они поступали в Россию довольно легко. Это тоже нам хорошо известно. Представление о том, как вот эта иностранная книга в России циркулировала, какое количество ее было, где она оседала, этого представления у нас до сих пор, к сожалению, нет. И я надеюсь, что если наш проект будет развиваться дальше, то, возможно, мы сможем и в этом направлении тоже развиваться, и, может быть, создадим какую-то базу данных и иностранные книги. Конечно же, это большой труд, но это возможно. Поскольку у нас есть источники, чтобы что-то сказать, как-то узнать о количестве иностранных книг, по крайней мере, где они находились, где они распространялись. Также, если мы будем основываться на тех же самых каталогах от Барьянских библиотек и каких-то других, мы можем в конечном счете посмотреть, где эти книги оседали и какое количество их было в соотношении с книгами, которые печатались в России. Но вот сейчас более подробного, детального ответа на ваш вопрос у меня нет. Может быть, у кого-то есть, у меня, по крайней мере, сейчас нет. Ну, это уже много. Спасибо огромное. Значит, теперь я прошу всех, поскольку я не всех вижу, а хотя, может, я сейчас попробую сделать так, чтобы я... Ну, в любом случае, просто включайте микрофон и задавайте свой вопрос и высказывайтесь. Я думаю, что мы не будем делить так строго, что сначала вопросы, а потом высказывания. Просто у кого что наболело... Так, вот у Сергея Дмитриевича наболело, я вижу. Пожалуйста. Да, разрешите, я, может быть, воспользуюсь. Знаете, у меня два вопроса таких хронологических и одновременно профанных. Вот мне интересно, как вы в своей области переводов или книгоиздания, как вы определяете рубежи? Вот вы сказали 18 век. Ну да, и историки литературы выделяют обычно 18 век, историки языка. Там есть словарь русского языка по 17 век, есть отдельно словарь русского языка по 18 век. А вот в вашей области есть какие-то события, с которых вы можете начинать свой отсчет не потому, что это вот наступил 1700-й год, и наоборот, вот конечная точка не потому, что наступил там 1800-й год или 801-й, а, может быть, по каким-то другим причинам. Ну, скажем, там смена царствования. Вот как вы определяете рубежи, по каким, так сказать, критериям? Если понятно мой вопрос. Да, конечно, ваш вопрос понятен. Спасибо большое. Ответ на ваш вопрос может быть двояким. Очень простой ответ – это мы берем те каталоги, которыми мы располагаем. У нас есть по 18 веку прекрасный каталог книг гражданской печати, который охватывает период с 1708 года. Это вот такой первый рубеж введения гражданской печати и по конец 18 века. Это такой простой ответ. Во многом это нам упрощает работу в том смысле, что издатели этого каталога, редакторы этого каталога, они следовали определенным критериям, которые ясны, которые прописаны. И, соответственно, мы можем сказать, да, вот за этот период у нас примерно понятные данные, на основе которых мы можем строить свою статистику. Есть, конечно же, помимо этого, если мы смотрим на этот вопрос не с точки зрения построения статистики, да, и понимания, с какими данными мы имеем дело, но с точки зрения вообще истории книги, да, издательского процесса, то там, конечно же, будут какие-то другие этапы очень важные. Ну вот я некоторые эти этапы обозначил сегодня. Это для России, конечно же, очень важно. Это разрешение заводить частные типографии с одной стороны. Да, это 1783 год. И потом самый конец уже века, 1796 год, запрещение заводить частные типографии, да, которые, как я показал, по-моему, это совершенно очевидно и понятно было на основе данных, которые я приводил, нанесло серьезный удар по изданию книг, прежде всего переводной книги, потому что, как я сказал, именно частные типографии издавали переводную книгу, больше всего переводных книг. И потом уже в Александровское царствование снова разрешают заводить частные типографии. В этом смысле переход к новому царствованию, он также определил многое в издательском деле в России. Поэтому вот есть, скажем так, два ответа на ваш вопрос, но самый простой ответ действительно такой, мы ориентируемся на каталоге. Так, пожалуйста, еще у кого есть вопросы, соображения? Включайте микрофоны. Вера Аркадьевна, еще один вопрос сразу, можно? Да, давайте, давайте. Вот вы сказали, значит, что пиком переводного издательства было 1786-1888 и потом спад. Вот скажите, как вы думаете, это было связано вот с 89-м годом, с французской революцией? Так как я читал где-то, что на многих образованных русских, дворян в основном, французская революция произвела такое депрессивное влияние, особенно когда террор начался, но, может быть, чуть позже. Некоторые даже кончали самоубийством, как я читал. Вот что, поскольку Франция, вот вы показали, она была таким источником информации, и, как мы бы сейчас сказали, идеалов и ценностей, а потом это все, в общем, рухнуло. Вот как вы думаете, есть какая-то связь вот с тем, что 88-й год для вас рубеж, и 89-й – это вот французская революция? Спасибо большое. Конечно же, это связано напрямую с событиями французской революции, в том смысле, что эти события, вообще атмосфера той эпохи повлекли за собой несколько последствий. Но мы знаем об истории конкретно Новикова, и, конечно же, Новикова арестовали, но уже до того, как его арестовали, мы знаем, что были у него большие финансовые проблемы, и были проблемы, связанные с цензурой. Долгое время превентивной цензуры в Екатеринское царство не было, но, тем не менее, была цензура, была проверка, есть ли какие-то запрещенные книги у тех или иных издателей. И это тоже нанесло некоторый урон его предприятиям, его вклад в издательское дело, как я сказал, был чрезвычайно важен, даже просто вклад численный. Я показал, что в 88-м году все-таки значительная часть книг, которые издавались в России, издавались именно в типографиях Новикова. И, кстати, в 89-м году мы уже, если посмотрим на статистику, число книг, которые изданы Новикова, падает существенно, очень, по-моему, всего лишь 15%. Есть и другие причины введения цензурных ограничений. Также, конечно же, я думаю, какую-то роль сыграли трудности с привозом французских книг в Россию. Естественно, стало труднее привозить, а если труднее привозить, естественно, труднее получать новинки, труднее переводить их. Можно, наверное, сказать и о том, что издатели некоторые стали более... стали опасаться. Может быть, это такой, мне кажется, не очень исследованный сюжет. Во всяком случае, я не знаю, возможно, есть исследования на эту тему, но я их не знаю. Но сейчас мы готовим к публикации сборник, который будет посвящен переводу в России 18 века. он во многом акцентирован на переводе терминологии и политической терминологии, но в очень широком смысле этого слова. Вот там в этом сборнике есть работы, которые показывают, что в этот период, предшествующий самые последние годы перед революцией и первые годы революции, издатели некоторых переводов, они стараются, так сказать, подвергать свои переводы какой-то самоцензуре. То есть они пишут об определенных вещах, они пишут о других вещах. Например, это касается отбора произведений для перевода. Там есть одна статья, которая посвящена переводу таких прецедентов правовых дел во Франции в ту эпоху. И статья очень интересная, потому что она показывает, что те издатели, которые этот сборник выпускали, это был большой сборник, они отбирали, естественно, прецеденты, которые они хотели перевести. И они некоторые дела оставляют в стороне. Дела, в частности, политические. Они как бы считают, что они эти дела не касаются. Еще какие-то другие дела. То есть они берутся, скажем так, изучают более такую процедурную, что ли, сторону дела. Это, мне кажется, само по себе показывает, что издатели, переводчики, они занимаются своего рода самоцензурой. Так, значит, вот, Татьяна Артемьева, вы поднимаете руку. А еще, если бы вы сказали голосом, то я бы еще лучше это увидела. Скажите, пожалуйста, нам, что вы хотите сказать. Нет, я хочу просто задать вопрос, поэтому поднимаю руку, чтобы не лезть впереди кого-нибудь. В никаком случае. Просто задавайте. Да, спасибо большое. Владислав, спасибо большое за доклад. Очень интересно. И вообще, когда с цифрами в руках, то всегда как-то это впечатляюще. Потому что вот эти неопределенные, там много, это на самом деле не очень хорошо понятно. И вот мне бы хотелось еще уточнить вот это количество переводов в связи с конкретными обстоятельствами. И здесь такой тоже, позволю себе, двойной вопрос. Вот насколько различались в различных интеллектуальных сообществах интенсивность перевода и переводы с разных языков. Ну вот, в частности, в России все-таки отличались очень сильно друг от друга академическое сообщество, церковное и дворянское. В других странах не было такого различия. Там все-таки были общества более гомогенные, а в России они были разные. И второй, связанный с ним вопрос, в других странах. Вот эти все соотношения. Ну, по крайней мере, там в европейских странах, переводы там в германских землях или там в каких-то отдельных регионах, типа Пруссии, там более активно было. Вот какие-то такие сведения могли бы вы назвать? Спасибо. Да, спасибо большое, Татьяна Владимировна. Но я боюсь, что я на этот вопрос как раз не смогу ответить. Во-первых, потому что мы до этого еще не дошли. Если говорить о переводчиках, то, конечно же, мы можем также какую-то статистику делать и о переводчиках, разносить их по разным группам, социальным, да, сословиям. И потом постараться определить, кто какую литературу больше переводил, с каких языков мы пока что эту работу не сделали. Но мы рассчитываем это сделать. Проблема в том, что когда мы касаемся некоторых вопросов, у нас недостает фактического материала. То есть мы у значительной части переводов мы просто не знаем, кто переводил. Далеко не всегда фигурирует имя переводчика. Соответственно, мы далеко не всегда можем сказать, кто конкретно переводил ту или иную книгу. То же самое, кстати, касается, например, тиражей. Я недавно выступал с похожим докладом, немножко другой был акцент. И мне задали вопрос о том, какие были тиражи и учитываем ли мы в своих исследованиях тиражи. Их можно учитывать, но, к сожалению, такая информация есть далеко не обо всех книгах. Если не ошибаюсь, я могу сейчас наврать, но мне кажется, только о третьих всех изданий мы знаем, какие были тиражи. Соответственно, выстраивать статистику тоже очень сложно. По другим странам я тем более не знаю, у меня нет такой информации. Возможно, следует поискать в каких-то томах того же самого издания, которое я упомянул, история перевода во Франции. Это многотомные издания. Там довольно большие статьи, подробные, детальные. Возможно, какую-то информацию можно будет найти там. А вот еще смешный вопрос, Владислав. А вы учитывали эти издания синодальные кириллическим шрифтом, которые там же тоже много переводов было? Да, как я сказал, мы параллельно строим базу данных кириллического перевода. Пока что то, о чем я говорил вам сегодня, это исключительно гражданский перевод гражданским шрифтом напечатанный. Спасибо большое. Конечно же, были переводы также, которые печатались кириллическим шрифтом, но их все-таки было существенно меньше. Если мы вообще сравниваем корпус гражданской книги и кириллической книги, то мы увидим, что примерно до середины XVIII века они сравнимы по своему объему. А после этого количество книг гражданской печати несоизмеримо больше развивается по сравнению с книгой кириллической, которая тоже чуть-чуть увеличивается, общий объем кириллической книги, но все-таки эти во второй половине XVIII века гражданские книги больше на порядок. И поэтому в целом для русского перевода той эпохи, конечно же, гражданская печать сыграла гораздо большую роль, чем кириллическая печать. Но мы развиваем эту базу данных также. Там есть свои сложности. Вы, наверное, знаете, что те каталоги кириллической книги, которые существуют, они отражают прежде всего продукцию Москвы и Петербурга. Мы мало знаем о том, что издавалось в других местах. Да их вообще каталогизировать недавно начали. Поэтому, конечно, с ними все. Спасибо большое. Не выключен микрофон, и там уже соблазнительно раздается какой-то звон кастрюль, даже, по-моему, наливание каких-то напитков. А давайте тот, кто включил микрофон, наверное, хочет что-то сказать, а не только нас соблазнять этими звуками. Пожалуйста. А, впрочем, те, которые не включили, могут включить и тоже сказать. Пожалуйста. Я вижу, извините, есть один вопрос в чате. А, вот я не увидел. Да. Большое спасибо за доклад. Есть ли какие-то статистические данные по многократным переводам? Какие именно авторы и тексты переводились несколько раз на русский язык? Да, я сейчас не смогу вам эти данные озвучить, но они есть. И, как я сказал, наиболее переводимый автор – это Вольтер. И, действительно, там очень много разных переводов. есть переиздания самых разных авторов. Это вообще важная, конечно же, информация для того, чтобы понять, какой был спрос на какую литературу. Потому что, как я сказал, тиражи далеко не всегда отражают читательский спрос. Тиражи прежде всего отражают, наверное, ожидания издателей, не более того. Но есть эта информация. Вы можете ее, наверное, со временем… Я могу кое-что вам сказать. Со временем, наверное, мы опубликуем эту информацию в виде графиков на нашем сайте. Если сказать о… Наверное, здесь не подразумеваются переводы с переводов. Потому что здесь, конечно, можно было бы несколько сказать слов об этом. Это тоже особенная такая тема. Мы как раз это считали. Какое количество книг было издано с переводов с других языков. И там как раз статистика уже существует. Мы видели, что напрямую с английского переведено гораздо меньше книг, чем через английские переводы. И конкретно можно это увидеть. У нас есть, кстати, соответствующий график. Он немножко устарел сейчас. Мы его должны обновить. Но есть соответствующий график на нашем сайте, который показывает роль языков-посредников в переводе на русский язык. Так, спасибо. Так, пожалуйста. Вот кто-то поднимает руку. Палец. Я поднял руку. Представлюсь, это не мой институтер. Манфред Шруба. А, очень приятно. Давайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вторая часть вопроса. Вторая часть. Я загляну, проверю. Там я вижу, это номер 868 в первом томе. Визирь или очарованный лаверин в повести «Восточная», переведена Василием Левшиным. Вполне возможно, что это даже не перевод, а что это оригинальное произведение в восточном стиле популярном в XVIII веке. Встречались ли вы с проблемой псевдопереводов? И третья часть вопроса. Бывают и другие. Встречались ли вы с оборотным случаем книг, где не указано, что это перевод, а на самом деле это перевод? Такое встречается достаточно часто в популярной графике, в народных картинках, где переводы просто не указано. Да, мы встречались с такими случаями. Действительно, вообще мы пока что не занимались поиском и определением периоды того или иного перевода, сомнительных переводов, поскольку это отдельная работа. Хотя, когда мы занимались публикацией данных на нашем сайте, касающихся политического перевода, переводов политических текстов, то мы обнаружили несколько оригиналов, которые были неизвестны авторам каталога «Гражданской печати». Ну, прежде всего, мы их обнаружили просто через поиск в Google Books и в других подобных платформах. Сейчас это довольно просто делается. Хотя, опять же, скажу, что систематически мы этой работой не занимались. Ну, вообще, это явление очень известное, конечно же. Оно было показано… Ну, вы знаете, может быть, были исследования… Сейчас я не вспомню автора, который исследовал публикации в периодической печати как раз второй половины XVIII века, который показывал, что значительная часть сочинений, которые не представлены как переводы в периодической печати, на самом деле являются переводами. Но здесь мы можем, опять же, сказав это, сказать и что… вообще порассуждать о том, что такое перевод в XVIII веке. Конечно же, это само по себе очень интересный вопрос, потому что в XVIII веке считается, что это такой переходный период от средневекового перевода к уже такому модерному переводу. И он отличается значительной свободой в обращении с источником. Мы это видим на примере многих переводов. То, что мы опубликовали на своем сайте, мы очень часто видели, что какие-то части текста опускаются, бывают добавления текста, бывают вполне вольные переводы, бывают искажения даже текста. Это касается… иногда это делается более-менее намеренно, то есть иногда мы увидим причины, почему переводчик это сделал, иногда мы не можем такие причины увидеть. Но это все хорошо известно. И, конечно же, это вообще ставит вопрос о том, что мы считаем. Пока что же мы исходим из данных каталогов и тех уточнений, которые мы смогли сделать вот в ходе своих поисков. Уточнения такие, на самом деле, сейчас делаются довольно… Я не могу сказать просто, но зачастую по сравнению с издателями каталога «Гражданской печати» мы можем пойти гораздо дальше, если будем искать конкретный оригинал, неизвестный им оригинал перевода. И зачастую оригиналы такие можно найти. Спасибо большое и за вопросы, и за ответы. Еще у кого есть вопросы и соображения? Наталья Дмитриевна, вы хотите… Включайте микрофон, пожалуйста. Нет, микрофон включите. О, пожалуйста. Слышно, да? Да, слышно. Прежде всего, я тоже благодарю Владислава Станиславовича за очень полезную работу и нужную. Это, конечно, для всех нас будет таким важным пособием. Вопросов, конечно, остается очень много. В частности, только что зашла речь о переводах в переводники. И вот здесь, конечно, море. Это целое море. Но, тем не менее, я как раз хочу напомнить имена, в первую очередь, имена тех исследователей, которые очень много сделали для установления источников. Это Вадим Дмитриевич Рак. Конечно. И потом, вот сейчас, еще по следам этого исследователя, дальше продолжает работу Симонков Виталий Иванович. Он сделал, в частности, интересную работу по детскому учтению Новикова. Я как раз его имел в виду, да? Да. Да. Это вообще большая, большая и нужная задача выявления источников. Но, конечно, вот без переводики все-таки общая картина будет неполная. Хотя, конечно, переводику охватить чрезвычайно трудно. И между тем, ведь между отдельной книгой и журнальной публикацией часто есть непосредственная связь. То, что появлялось в переводике, потом выходит как отдельная книга. Или из отдельной книги печатаются какие-то главы в переводике. Так что вот это тоже очень такой непростой вопрос, который требует к себе особого внимания. Ну и, конечно, я надеюсь, что вы также обратите внимание и на каталог иностранных изданий, появившихся в России. Это тоже как-то учесть тоже нужно, потому что там разные случаи есть. И есть случаи, когда русские авторы писали по-французски, а потом это переводили на русский язык. Ну, не всегда переводили, но тем не менее. А иногда переводили и на русский язык, и, скажем, французского, на немецкий тоже вот такая довольно сложная история. И вот это, конечно, опять-таки очень большая работа. И спасибо вам за то, что вы хотя бы по отдельным книгам уже проделали такую вот сложную систематическую работу. И эти цифры для нас тоже очень важны. Хотя мы представляли в целом первенство французского языка, по-французски к переводам. Это так. Но когда это показано реально на цифрах, это приобретает уже больше вес в этом слове. Ну, и я надеюсь, что вот все эти результаты мы увидим в печати. А к исследованию источников я очень вас призываю, и если вам удастся накопить какой-то материал, то, пожалуйста, публикуйте это. Вот какое-то вообще уже можно было бы издавать добавление к сводному каталогу, потому что за это время накопилось уже довольно много вот таких вот маленьких открытий все-таки установленных источников. Для нас это важно и интересно. Спасибо еще раз. Спасибо большое, Анатолия Дмитриевна. Я с вами полностью согласен, что без периодики эта картина выглядит однобоко. Конечно же, если мы поговорим о переводе как явлений и не учитываем при этом перевод в периодических изданиях, то во многом мы лишаем себя вот части этой картины, мы не можем, так сказать, оценить полностью место перевода, потому что, конечно же, это были такие сообщающиеся сосуны, да. Естественно, что-то публиковалось в периодике, и периодика выполняла тоже своеобразную роль в этом процессе и определить, например, какое количество переводов с какого языка по каким жанрам было сделано в периодике одновременно с отдельно выходящими изданиями, мне кажется, что это было бы очень важно. Ну и вот просто пример тех коллег, которые в Германии проводили это исследование на примере то, что они называют такой переломной эпохой, да, начиная с 70-х годов 18 века по 1815 год. То есть это эпоха, конечно же, французской революции прежде всего, и захватывает немного более широкий период. Это исследование, которое уже давно было сделано Хансом Юргеном, Люзе Бринком и его коллегами. Они, к сожалению, не смогли опубликовать это исследование в виде базы данных, хотя они эту базу данных готовили, но, по крайней мере, есть в публикации, которую они делали, есть эта вся статистика. И там они также включают и периодику, как я сказал, и, конечно же, та статистика по периодике, которую они показывают, она во многом оттеняет очень интересным образом то, что они могут сказать по отдельно печатающимся переводам. И я согласен также о том, что насчет того, что вы сказали о связи между отдельно изданной книгой и периодической публикацией, конечно же, такие связи существуют. Наверное, это очень сложно отразить в тех статистических выкладках, которые мы делаем, потому что мы их делаем на основе тех баз данных, которые мы создаем. То есть это и техническая, конечно, сторона вопросов важна здесь. Последнее, что вы сказали о каталоге книг на иностранных языках, изданных в России. Действительно, да, такой каталог есть. В нем, кстати, довольно много книг, если мы будем сравнивать их с книгами вообще, изданными на русском языке, если не ошибаюсь, 3,5 тысячи за XVIII век. То есть это большой корпус. И есть вот такая идея. Я говорил об идее создания баз данных иностранной книги, которая циркулировала в России в эту эпоху. И, конечно же, это нужно начинать прежде всего с перенесения в базу данных данных каталога книг на иностранных языках. И потом уже дальше развивать эти базы данных. То есть понятно, в каком направлении мы должны двигаться, но, естественно, это сопряжено со многими трудностями самого разного рода. И это нужно собирать команду. Это должен быть долгосрочный проект. Так что посмотрим, что мы сумеем сделать. Но, в любом случае, мы намерены продолжать эту работу. Спасибо. Так, еще какие-нибудь есть? Сергей Дмитриевич, вы еще хотите, да? Да, если можно. Во-первых, я прежние свои вопросы не начал с благодарности. Но, на самом деле, Владислав Саниславович, действительно, было очень интересно вас слушать. И это просто очень здорово, что вы этим занимаетесь. У меня такой вопрос профана, но просто для личного любопытства. Вот вы различаете книги кириллической печати и книги гражданского шрифта. Но это такая специфическая у вас терминология. Ведь мы сейчас кириллицы называем и наш нынешний шрифт. Кириллицы – это шире. Вот когда вы говорите о книге кириллической печати, это же не характеристика языковая, это характеристика шрифта. Но стоит ли за этим шрифтом некий единый язык? Или этим шрифтом могли издавать какие-то более архаичные книги на церковнославянском или на каком-то более современном изводе? Вот что об этом вам известно? Ну, мы с этим корпусом меньше работали пока что. Единственное, что ясно, если мы пока что даже не делали статистики подробные по этому корпусу, корпусу кириллического шрифта, но то, что видно, когда вы начинаете просматривать список изданий кириллического шрифта, и то, что ясно сразу же, это то, что отличается тематика, например. Естественно, гораздо больше изданий религиозных. Конечно же, далеко не все религиозные издания издавались кириллическим шрифтом. Есть издания религиозные, которые выходили и гражданским шрифтом тоже. Но в целом, я думаю, если мы возьмем такое разделение, то больше всего, конечно же, изданий, так или иначе связанных с религией, издается кириллическим шрифтом. Кстати, если мы об этом говорим, это интересно. Часть переводов, которые делались в России во второй половине XVIII века гражданским шрифтом, тоже связаны с религией. Это переводы самых разных религиозных сочинений, во многом протестантских, но есть какое-то количество католических сочинений, которых выходит довольно много. Кстати, с немецкого довольно много переводов таких. То есть мы видим здесь, что гражданский шрифт в какой-то степени приносит какие-то издания религиозные, связанные с религией. Наверное, во многом это популярные какие-то религиозные издания с западных языков. А это проникновение происходит именно через гражданский шрифт. Но более подробно я вам сейчас, наверное, не смогу говорить о корпусе кириллического шрифта. Мы собираемся его дополнять и после этого делать ту же самую работу, которую мы сделали по гражданскому шрифту, то есть разбивать это на тематические группы и потом уже анализировать, пытаться понять, как это соотносится с корпусом гражданской печати. Все-таки я бы хотел обратить ваше внимание, что с точки зрения лингвистики это не очень строгое развлечение по шрифту. И не исключено, что за кириллическим шрифтом кроются немножко разные языки. Поэтому, когда вы описываете книгу, то недостаточно сказать, что она напечатана кириллическим шрифтом. Надо попытаться как-то и описать и тот язык, на котором она написана. Сергей Ильич, если готическим шрифтом напечатана книга, это что, она не немецкая от этого? Нет, но в России явно имелось различие языков. А можно справочку по этому поводу? Просто конкретно. Дело в том, что когда Петр Первый, я прошу прощения, что внедрилось, когда Петр Первый реформу гражданского шрифта проводил, он провел ее не для всех издательских домов. Вот церковные издательские дома он запретил гражданским шрифтом печатать, и они печатали старым шрифтом. Поэтому здесь разделение скорее социальное, то есть это церковные издания, поэтому там больше текстов религиозного содержания и так далее. Но это не означает, что гражданские типографии не печатали книги на религиозную тематику тоже. То есть это издания, которые издавались церковными издательствами, церковными школами и так далее. Я понимаю, но вот вы со своей профессиональной точки зрения вы сводите или к шрифту, или к содержанию. А я как лингвист говорю, что следует смотреть на каком языке. То есть могли печатать кириллическим, то есть старым догражданским шрифтом, но уже на современном русском языке, а могли на каком-то варианте изводить церковнославянского. И для полного описания книги важно это учитывать, а не просто говорить, что книга с пириллическим шрифтом. Безусловно. Я с вами полностью согласен. Здесь, конечно же, нужна уже экспертиза лингвиста. Пока что мы вынуждены, конечно же, применять какие-то формальные признаки в своей работе. Потому что если только на основании четких формальных признаков мы можем выстраивать какую-то статистику. Но здесь, безусловно, если мы будем дальше работать, то, наверное, будет необходимо прибегнуть к помощи лингвистов. Это абсолютно так. Гражданским шрифтом тоже разные можно тексты по лексическому наполнению печатать. Безусловно, да-да-да. И, конечно же, это так. И некоторые тексты, которые были напечатаны кириллическим шрифтом, никак с религией не были связаны. Эти случаи известны, и таких текстов немало. Так что если мы будем выстраивать тексты по тематическому признаку, то мы просто увидим, что какое-то количество, какие-то темы были выражены и гражданским шрифтом, и кириллическим одновременно. Какие-то нет. Это само по себе, мне кажется, будет важным вкладом в историю книжной печати в России. Да-да. Спасибо, спасибо. Извините, что я вторгся в вас. Это просто лишний раз говорит о том, что даже в смежных гуманитарных дисциплинах терминология очень не совпадает. Вот сказать лингвисту, что это книга с кириллическим шрифтом, он сразу спросит, а на каком языке? И если ему скажется, что это о религии, он скажет, это не ответ на мой вопрос. Да, я согласен с моим полностью. Ладно, извините, что я так вторгся. Проблем только множится. Но все-таки какие-то, я считаю, на какие-то вопросы были даны замечательно четкие ответы. И это прекрасно. Так, есть еще какие-нибудь вопросы, соображения, реплики? Потому что если нет, я думаю, что мы столько узнали интересного, что можно просто Владислава поблагодарить, и что мы будем очень ждать дальнейших продолжений в любом направлении, и в кириллическом, и в любом. Спасибо большое. Я просто, может быть, сделаю анонс. Эта книга выйдет, я думаю, в конце этого года. Может быть, в начале следующего. Это будет книга, которая будет называться «Лаборатория перевода», там будет еще дополнительное название. Довольно большой сборник статей с вступлением, которое написано Сергеем Польским и мною. Мы разделили, Сергей Польской больше будет писать об истории понятий и переводе в 18 веке. Я более, скорее, о статистическом измерении перевода в 18 веке. Так что смотрите, эта книга выйдет в новом литературном обозрении. Очень будем ждать. Спасибо огромное. И всем спасибо, кто слушали, кто говорили и кто молчали. Молчали тоже хорошо. Спасибо большое. Большое спасибо. И кто организовывал, кто отлично выступал, спасибо большое. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. Всего очень хорошего. Спасибо.